Эй, ребятки, нынче святки! Не пойти ли нам на колядки? От Рождества до Крещения, или от звезды и до воды, 12 праздничных дней. Они издревле занимали в традиции православных христиан особое место. Ждал святок и стар, и млад. За шумные и веселые колядки, хороводы и пиры. И за особое время, когда можно было узнать хоть немного о своей будущей судьбе. Рождество Крещения, время между ними, оно еще связывалось в языческой традиции с зимним солнцеворотом. То есть, когда солнце как бы заново зарождается, так скажем, еще молодое, новорожденное, поэтому оно слабое. И поэтому считали, что вот эта граница, она нарушается между миром живых и миром мертвых, посторонним миром. Каким будет урожай? Кого ждать в потомство? Кто он, суженный да ряженый? Гадали на Руси все, но чаще всего девушки на выданье. В намерении заглянуть в запретное, но столь заманчивое, не боялись даже самых страшных обрядов. Например, с коридором из двух зеркал. Девушка садилась, это делалось ночью, и говорила, суженный, ряженый, приди ко мне ужинать. И всматривалась в зеркала. Как только она увидит, нужно было обязательно сказать, чур меня, и отпустить в зеркало. Непременно в это время юноши пытались напугать гадающих девиц, что только прибавляло сумбура и веселье. Впрочем, многие и до сих пор считают традиции, сохранившиеся из поколения в поколение, больше, чем забавой. В моей семье сохранилась легенда, что моя прабабушка таким образом догадала себе своего мужа, своего будущего мужа, моего дедушку. То есть она отпускала стакан с водой колечко, смотрела туда, и говорят, что вот как она его увидела в шляпке с тросточкой, так вот он пришел к ней свататься. Или вот одно из гаданий, которое называлось «Подблюдные песни». Девушки собирались вместе, брали блюдо и клали туда свои украшения. Сверху блюда накрывали тканью, пели и поочередно доставали украшения. По принципу, кому вынется, тому и сбудется. Кола луночки, две голубочки. Две голубочки все целуются. А кому же эта песня достанется? Еще кольцо? Мое. Вот, значит, вы выйдете замуж. Ух ты! Будет ли свадьба или долгожданное новоселье? Обойдет ли хворь или беда? Жизнь человека может быть разной, но стремиться узнать судьбу в обход воли Господа церковь не поощряет. В Писании сказано о том, что кто входит не через дверь, а влазит через черный ход или через окно, тот вор и разбойник. Нужно понимать, что духовный мир действительно существует, и он не состоит, он не монолитий, он не состоит из одних ангелов света. То есть, на самом деле, мы прекрасно понимаем, что духи злобы поднебесной, как они называются в Священном Писании, как раз отличаются лукавством. И человек совершенно не знает вообще, с чем он пытается заигрывать, и в какие тайны все эти, скажем так, окна он пытается залазить. Понимали это и сами гадающие. Оттого многие обряды выполнялись под покровом ночи, вне дома, без нательного креста и пояса, с разметанными косами, но обязательно после гадания нужно было очиститься. 19 января на крещении необходимо было побывать в церкви, исповедаться, причаститься и окунуться в крещенскую купель. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков, Николай Сидоров, Василий Колдашов. События.